Адзер Аликперов из Азербайджана. У нас есть свой президент, вполне удачный, но понимающие люди не могут не видеть, что Россия при Путине стала уважаемой в мире страной, с которой все считаются, дальше он пишет, со стороны могу высказать свое гражданское мнение, Россия должна гордиться таким лидером, как Путин, всячески его поддерживать, он много делает и делает для России, неужели это не видят россияне? Успехов вам и процветания, дружественной России! Спасибо за внимание! Адзер Аликперов из Азербайджана. Еще он спросил, как я оцениваю уровень сегодняшних отношений между Россией и Азербайджаном. В начале 2000-х годов я довольно часто бывал в Германию. То есть я ездил в Италию, отдыхал в Италии почти каждый год, но сначала заезжал в Германию, покупал там трехлетнюю машину, на ней катался, ездил по Италии, и потом привозил в Россию и продавал. Это было значительно дешевле, чем брать машину на прокат или покупать новую, или арендовать, или в лизинг брать. В общем, я продавал почти за те же деньги, что покупал, и у меня ее с руками отрывали, потому что пробег по немецким дорогам, это даже если это несколько десятков тысяч, это все-таки, ну, обкатка практически машин. Вот. И много встречался и говорил с русскими немцами. Там мне даже устраивали в Дюссельдорфе такие встречи, массовые доклады начала двухтысячных годов, начала эры Путина. И много спорили. Один из моих знакомых, ну, друг, которого я пытался переубедить, не переубедил, тогда жизнь его переубедила, он произносил такую фразу, такую позицию, что благодаря Путину нас теперь в Германии русских уважают, уважают и любят, и боятся, и прислушиваются, и, ну, мы теперь серьезные такие участники жизнедеятельности Германии. И я ему говорил тогда, что, ну, это же все закончится понятно, когда европейцы, немцы поймут, что Россия – это опасность, Россия – это очень опасный партнер. Ну, и к вам отношение изменится, может быть, радикально. И вот оно изменилось. Вот это было в начале 2000-х годов, значит, последний раз мы виделись где-то в 17-м году, в 16-м. И он мне рассказывал, что проблема, проблема с кредитом, с кредитами. Он бизнесмен, он без кредитов работать не может, проблема со счетами, проблема с переводами денег. Каждому переводу приходится просто объяснительные записки писать, если это перевод из России или в Россию. А он работает русский, работает с Россией. Вот. То есть это время наступило. Мы его предупреждали об этом, я его предупреждал об этом. Там Валерия Ильинична тоже приезжала. Страшно возмущалась этими немцами, которые, ну, там, не все, конечно, но немцами, которые любят Путина. Я его слушаю внимательно, не соглашаюсь, но и не спорю, потому что это великая новодворская. Вот. Значит, Азер, я понимаю, что вам нужно продемонстрировать лояльность, и ваша страна сегодня не очень свободна, хотя ориентирована на Азербайджан, я имею в виду, ориентирована на все-таки другие ценности. Понимание того, что ориентация на Россию, политическая ориентация, опасна для Азербайджана, пришла и уже к вашему президенту, к окружению президента, к политической элите. Вот. Вы демонстрируете эту лояльность, там галочку вам соответствующую поставят за поддержку Алиева. Ну, а по поводу Путина я вам предлагаю быть осторожнее. Путин создает серьезные проблемы для Азербайджана, а в будущем может создать еще большие проблемы. Ориентация на Россию в сегодняшних условиях просто опасна. Мне постоянно задают этот вопрос политики в Центральной Азии из разных республик, государств. Ответ очень простой. Чем больше в сегодняшних условиях государство ориентировано экономически и политически на Россию, тем больше проблем будет в будущем. Так что ваша лояльность похвальна. Значит, большой привет президенту не совсем демократического государства. Вот. Ну, не у меня в Ленде. Смешно. у меня в Ленде у сторонника демократии начать говорить о своей лояльности. Так что на стенах пишите это все и где-нибудь еще, где-то вас припад как откровение. в Ленде.